Говорить о смерти всегда тяжело, и большинство людей отмахиваются от подобных разговоров. Но вопросы жизни после смерти интересовали человечество всегда. И зачастую они так и остаются без ответа. Например, если душа часто бывает привязана к определенному месту, где она покинула тело, то почему повелось посещать кладбище, где покоятся лишь останки человека? Зачем, что, кому нужно оставлять на могилах? И как обезопасить себя от невидимых обитателей кладбища? Предлагаю сегодня за чашкой свежесваренного черного кофе отбросить все страхи и предрассудки, и поговорить на эту важную тему. Потеря близких и родных неминуема. Рано или поздно каждый человек сталкивается со смертью любимых людей и теряется под натиском тоски и боли. И естественным образом возникает желание чуть ли не ежедневно посещать кладбище и проводить долгие часы рядом с дорогой могилкой. А там ли находится душа недавно усопшего? Не опасно ли целовать портрет на датгруппе? Как себя вести, чтобы не потревожить чужие души? Этих вопросов огромное количество. На примере истории своей собственной практики я сегодня постараюсь ответить на большую их часть. Мы обычно рассказываем истории с самого начала, поэтому ничем вас не удивлю, если скажу, что все началось с прихода ко мне на прием молодого студента с редким именем Клим. Кстати, его ко мне направил мой коллега. Он позвонил и рассказал, что столкнулся с интересным случаем, который, на его взгляд, был больше по моей части. Так что я тоже с нетерпением и интересом ждала появления нового клиента. И он моих ожиданий не обманул. Клим пришел ко мне в офис на костылях со свежими шрамами на лице и сообщил, что никак не может вспомнить, что с ним случилось. Просто провал в памяти. Народная примета гласит, что дабы не потерять память, не следует на себе пришивать пуговицы или латать дырки. В случае острой необходимости что-то зашить на себе, нужно зажать зубами любой мелкий предмет или ту же нитку. Клим пришел ко мне с просьбой помочь восстановить события, которые привели его к тяжелой травме. Его история выглядела очень мистической. Молодой человек рассказал, что приехал на дачу в гости к своим друзьям, чтобы рано утром от них уехать на электричке по делам. Он четко помнит, что хозяйка дома предложила всем поплавать в бассейне. А он отказался. На этом его воспоминания обрываются. Пришел в себя Клим в больнице. И те самые друзья позже ему рассказывали, что парень якобы ни с того ни с сего спрыгнул с балкона второго этажа, сказав, что хочет освежиться и поплавать. Удивительно то, что в доме друзей никакого бассейна не было и в помине. Вся компания была трезва, наркотики не принимала, что подтвердили медицинские анализы. Странная история. Клим был уверен, что кто-то его загипнотизировал и зафиксировал в его памяти наличие на участке бассейна с небольшим трамплином. Но вот для чего нужен был весь этот гипноз? Многие считают гипноз официальной разновидностью черной магии. На мой взгляд, это не совсем так. Но схожесть все-таки есть. И в том, и в другом случае, это воздействие на волю человека и нарушение закона кармы. Душа каждого человека перед воплощением выбирает тот путь, который она должна пройти, самостоятельно исправив ошибки и получив свои уроки. Мы не случайно получаем жизненный опыт. И, к сожалению, вместе с ним душевные травмы. И наша задача – проработать их, справиться, сделать выводы. Это как перед вами стоит задача подняться на 25-й этаж пешком, чтобы подкачать мышцы, а вы едете на лифте. Вроде как и на нужном этаже, но мышцы-то не в тонусе. Так что будьте готовы, что в следующий раз лифт может оказаться сломан, и вам все равно придется пересчитывать все ступеньки. Но стоит ли искушать судьбу, терять время и замедлять собственное развитие? Мне часто задают вопрос, почему мы не помним наших предыдущих воплощений? Почему память порой не фиксирует события, оставляя ощущения киношного монтажа? Я постараюсь ответить наглядно. В нашем организме, как и в окружающем мире, постоянно происходит обмен энергией. Мы энергию не только тратим, но и накапливаем вместе с полученной информацией. При нашей физической жизни этот процесс постоянен. После смерти душа теряет плоть и становится неспособной копить энергию. Она живет, расходуя остаточную энергию. Этой энергии должно душе хватить, чтобы выполнить свои задачи в мире мертвых. К моменту перерождения данной прежней энергии просто нет. И память о прожитой жизни просто улетучивается. Затем Вселенная посылает душе сильный сигнал, формируя новую личность, и процесс начинается заново. Поэтому никто из нас не помнит своих предыдущих воплощений. Но частички прошлой информации, словно застрявшие песчинки, иногда дают о себе знать, проявляясь в качестве интуиции. Дежавю или странных снов. Собственно, по такому принципу происходит и блокировка в памяти некоторых сильно эмоциональных событий, как аварии, нападения, смерти близких. Эмоции забирают столько энергии, что ее просто не хватает на сохранение информации. Было интересно? Узнали что-то полезное для себя? Тогда ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Я уверена, вы не пожалеете. Вернемся к странной истории моего клиента Клима, который не помнил, как и зачем он прыгнул в несуществующий бассейн. Молодой человек подозревал, что кто-то загипнотизировал его, внушив, что балкон второго этажа – это трамплин у края воды. И пока мы разговаривали, я видела, что вокруг Клима собираются мертвые. И это не были его кровные родственники или даже знакомые. Тогда я поняла, почему мой коллега в телефонном разговоре сказал, что этот случай исключительно для меня. Это были потерянные, забытые, никому не нужные души. Те, которых я собираю в свою книгу мертвых. И мне предстояло понять, что происходит и почему столько чужих, давно умерших душ крутится вокруг Клима. Причем я видела, что настроены они к нему не особо дружелюбно. Мало того, один из них явно потешался, показывая мне знаками, что берет на себя ответственность за травмы этого парня. Такое невидимое окружение могло быть у сотрудника кладбища или морга. Но я уже знала, что Клим учится на очном, а вечером подрабатывает в пиццерии. И я принялась аккуратно расспрашивать парня о его увлечениях. Выяснилось, что Клим – волонтер поисковой группы, которая ищет артефакты для музеев и занимается перезахоронением остатков неизвестных солдат. То есть молодой человек ради благого дела, но своими руками раскапывает могилы и взаимодействует с предметами, принадлежащими мертвым. Чтобы избежать несчастья и проблем со здоровьем, народная примета советует никогда не поднимать упавшие на кладбищенскую землю вещи. А для сохранения финансового благополучия не следует доставать и пересчитывать деньги рядом с могилами. Сделайте лучше это, покинув территорию кладбища. Клим, безусловно, занимался благородным делом, помогая неизвестным погибшим обрести, наконец, свои имена и постоянные могилы. Но добрые намерения не могут являться гарантией безопасности. Несоблюдение правил во время нахождения на местах захоронения и повлекло, по сути, за собой все эти проблемы. Я расскажу вам, что категорически нельзя делать на кладбище. Но перед этим давайте разберемся, где все-таки находятся души умерших. В другом мире? Рядом с телом? Или на месте смерти? Человек состоит из единения духа, тела и души. После смерти это как бы троится, она распадается, и каждый элемент самостоятельно развивается в своем измерении. Тело превращается в прах или гниет. Дух останавливает свое развитие и участвует в цепочке родовой силы, вдохновляя воспоминаниями о себе новые поколения. Ну а душа отправляется в другой мир или на небо, как принято говорить, в другое измерение. Смерть – это не мгновенный процесс. Полностью он завершается только после того, как тело окончательно превращается в прах. А это может занять годы. Пока смерть не завершилась, дух может находиться поблизости с телом или в местах обитания человека при жизни. Душа по истечении 40 дней должна переместиться в мир мертвых и выполнить там свои задачи. А точнее, получить эти задачи, выполнив которые, и потом пойти на перерождение. И в течение 40 дней душа определяется с этими задачами. Ее принимают в мир мертвых, и она находит там свое место. Но если душа неупокоена и осталась по каким-то причинам на земле, то такая душа также может находиться поблизости. Поэтому на кладбищах обитают духи, нуждающиеся в энергии тела, и неупокоенные души, а также те, которые хотят служить и помогать живым. И те, и другие при неправильном взаимодействии бывают достаточно опасны. Кладбищенская земля и все находящееся на ней пропитано очень сильной негативной энергетикой. Это слезы, горе, скорбь и боль родных и близких. Это энергия отчаяния, страха, несогласия со смертью от самих усопших. Это энергия злости, обиды, желания мести от неупокоенных душ и сущностей. Вы сможете пройти по такой территории, не соприкоснувшись с негативом? Поэтому крайне важно приходить на кладбище в закрытые обуви и потом очищать ее, не переступая порога дома. Кладбищенская земля не должна попасть в ваше жилье. Нельзя ничего брать с кладбища, особенно поднимать с земли. Не надо целовать фотографии на памятниках. Негативная энергетика может разрушить ваше биополе и лишить жизненных сил. Лучше прикоснитесь к фоторукой, которую потом обязательно помойте проточной водой. Не жалуйтесь на свою жизнь покойным. Они могут решить забрать вас к себе. И не пейте на могилах. Алкоголь ослабляет энергетику и открывает путь сущностям и подселенцам. Нашли для себя что-то полезное? Я этому очень рада. Доставьте радости мне, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Все очень просто. Напоминаю, что мой клиент Клим не помнил, как он получил травмы. Мне удалось выяснить, что ему помогли неупокоенные души мертвых, которые мстили живым за свою смерть и непрекаянность. Молодой человек подцепил целый букет вот таких вот агрессивных моторей, когда производил раскопки солдатских захоронений. Как я уже рассказала, что могильную землю лучше без нужды не трогать. Если вы собираетесь посадить цветы или подкопать что-то важное, то извинитесь перед покойным за то, что вы тревожите его и объясните, с какой целью вы это делаете. Обязательно заменяйте разбитые вазы или завявшие цветы на новые. Не уносите их просто так, не поставив что-то другое. Взамен не гуляйте просто так по кладбищу, читая имена, эпитафии и разглядывая фотографии на чужих надгробиях. Таким образом, мысленно, случайно вы можете потревожить и разозлить дух усопшего. Конечно, если вы не занимаетесь магическими практиками и не развиваете свои некротические способности. Соблюдая все эти правила, посещение родных могил станет для вас абсолютно безопасным. Ну а нам с Климом предстояла тогда работа по упокоению души и избавлению от подселенцев. Все закончилось хорошо. Позже Клим вспомнил, что тогда у друзей на даче он отчетливо видел бассейн, наполненный водой, куда он прыгать совсем не хотел. Но кто-то будто его толкнул. Теперь мы все знаем, кто и зачем. Что делать, чтобы подобного больше ни с кем не случалось. Мир мертвых, как и мир живых, существует по правилам. И основное, негласное правило – это прежде всего уважение. Уважение к чужим мировоззрениям, позициям, мнению, личным границам и потребностям. Отсутствие уважения рушит внутренний и внешний мир и спокойствие, а также провоцирует всплеск негатива. Живите в мире, уважайте друг друга, берегите себя и своих близких. А если вы все-таки собрались на кладбище, то вам лучше быть подписанным на мои соцсети и смотреть все мои видео, которые всегда предостерегают вас от того, что делать не стоит. Как нужно относиться к своим покойным, к родным, которые уже ушли, к чужим покойным. Как взаимодействовать с миром мертвых так, чтобы он вам только помогал, а не вредил. Ты можешь подписаться на мой телеграм-канал Рейдотека. Там много полезного. Присоединяйся, читай, участвуй. Меня зовут Виктория Рейдос, я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. Посmark blessed활ные истории из моей практики. Присоединяйся, читай, спрашивая рассветная программа. И я собрался на мой телеграм-канал Рейдос.